Здравствуй, дорогой! Сегодня я расскажу тебе сказку про одного мальчика. Мальчика звали Артём. Жил Артём с мамой и папой, и было у него еще две старшие сестры, умницы и красавицы. Жили они дружно, потому что было у них одно сокровище, которое оберегало мир в их семье, укрепляло любовь между мамой, папой и детьми. Выглядело это сокровище, как хрустальная ваза, в которой всегда горел золотистый огонек. Когда-то одна фея подарила эту вазу папе и маме на свадьбу и сказала, этот огонек, это ваша любовь. Пока вы любите друг друга, он будет гореть, но он нуждается в том, чтобы вы оберегали его от посторонних глаз. Если кто-то увидит его и позавидует, он может погаснуть, и тогда угаснет ваша любовь. Решили они хранить эту вазу как зеницу ока. Поставили они вазу с волшебным огоньком в лучший сервант на самую верхнюю полку, чтобы никто ее не разбил, ни в коем случае не задел. Но недалеко от их дома жила одна злая женщина. У этой женщины не было ни мужа, ни детей. Эта женщина любила только деньги, но очень завидовала тем, у кого была любовь, семья и дети. Своей завистью она разрушила немало семей. И вот она наблюдала за счастливыми соседями, наблюдала, завидовала и просто почернела от зависти. Она уже поссорила многих людей, и пыталась поссорить родителей Артема. Да только ничего у нее не получалось. Думала ведьма, думала, почему они так счастливы, и решила, что есть у них, наверное, какой-то секрет. Если его узнать, то можно будет и их счастье разрушить. Стала эта ведьма подглядывать за соседями. В нашем мире новых технологий она пошла в магазин, купила видеокамеру и установила ее у их окошка так, что она могла на своем компьютере видеть все-все, что происходило у них дома. И вот однажды мама Тема пошла в магазин, а его оставила дома одного делать уроки. Мама строго-настрого велела ему учить алфавит и ни в коем случае не трогать волшебную вазу. Мама ушла, а Тема сел учить букву Я. И вот сидит он, смотрит на букву Я и думает, я, я, я очень важен для мамы и папы, поэтому я могу делать то, что захочу. А я сейчас хочу посмотреть на волшебную вазу, хоть мама и не велела, ведь она такая красивая. Встал Тема из-за стола, подошел к серванту. Залез он на стул, чтобы достать до самой верхней полки. В это время видеокамера, которую поставила злая соседка, следила за ним, а сама злая женщина сидела и смотрела на то, что показывает камера. И видит злая ведьма, что открыл Тема сервант и достал оттуда вазу, красивее которой она в своей жизни не видела. Поставил Тема вазу на стол и стал любоваться огоньком. А ведьма тоже смотрела со своего компьютера. Посмотрел Тема на огонек, почувствовал его тепло и поставил вазу обратно в сервант. Потом он поставил стул на место, чтобы мама не узнала, и снова сел учить алфавит. А ведьма поняла, что это и есть тот секрет, благодаря которому семья живет дружно и невозможно разрушить их счастье. Заболела злая женщина от зависти, просто спать не может. Надо ей эту вазу получить. И придумала она, как получить вазу. Наняла она грабителей, чтобы эту вазу украли. А мама Артема стала очень тревожной. Она чувствовала, что что-то изменилось. И говорит мужу, наверное, кто-то узнал про нашу вазу, как бы ее не украли. А папа ей говорит, да ну, кто может ее украсть? Ведь это только наше чудо, только для нас. На следующий день ушел папа на работу. Мама проводила дочек в школу и пошла с Темой гулять. А когда вернулась, то увидела, что замок в доме сломан и дверь открыта. Бежала мама в дом и видит. Дверцы серванта распахнуты, а волшебная ваза исчезла. Заплакала мама, рассказала все папе по телефону. Папа вызвал полицию, но полиция ничего не нашла. И стали они дальше жить без волшебной вазы. И начались в семье плохие изменения. Все стали ссориться, ругаться, кричать. Но самое плохое случилось с Темой. Он перестал разговаривать, только плакал и боялся всего. Он думал, воры украли волшебную вазу. Теперь папа и мама разлюбят друг друга. Расстанутся друг с другом. И останемся мы сиротками. И снова плакал и всего боялся. А мама и папа стали грустные и злые. Они ссорились из-за всего. Даже из-за того, что Артем плакал и боялся. И мама стала плакать ночами, глядя на своего теперь злого мужа, на своего плачущего сына и на своих грустных и злых дочерей. И не знала мама, что делать дальше. Стала тогда мама просить Всевышнего подсказать ей путь, как излечить сына и как вернуть любовь мужа к ней. И так она крепко просила, что приснился ей сон. И во сне прилетел к ней огромный ворон и сказал, «Езжай в город Всевышнего, волшебный город на холмах, и там ты найдешь то, что ищешь». Рассказала женщина про этот сон своему мужу. Хотел он снова накричать на жену, обидеться, сказать ей, какие глупости она говорит. Но почему-то остановился, не накричал и грубость не сказал. Понял он, что любит свою жену и своих детей, и что хочет он, чтобы все у них стало хорошо. И стало ему так больно, что сын его не разговаривает, а только плачет и боится. И что жена его только плачет, и что дочери стали грустные и злые. Обнял он жену и говорит, «Давай поедем, сделаем все, чтобы Тема выздоровел. Может быть, и мы с тобой выздоровеем, и вернется к нам наша любовь. Не у всех же людей есть волшебные вазы, а они же как-то любят друг друга. Так может быть, и мы сможем». И поехали они далеко-далеко в волшебный город на холмах. Стали ходить они по волшебному городу и спрашивать у всех, кто мог бы помочь их в беде. Один человек сказал им, «Идите в северную часть волшебного города, там есть волшебный источник, он вам поможет». Пошли они туда, куда им сказал этот человек, и пришли они к волшебному источнику. А источник тот был говорящий. И рассказали они ему о своем горе, о том, что была у них волшебная ваза, хранившая их любовь, о том, как украли у них волшебную вазу, как заболел Тема, и как они теперь все ссорятся и не любят друг друга. Стоят они и ждут ответа от источника. Журчит вода по камням, думает источник. И услышали они вот что. Если любовь нужно хранить в вазах, пусть даже и волшебных, то не настоящая это любовь, а придуманная. Только сердцем человек может любить Всевышнего и через это любить другого человека. И только такая любовь является настоящей. Ей не нужны вазы, и ее нельзя украсть или погасить. Если зажжете в ваших сердцах такую любовь, то выздоровеет Тема, а вы снова станете счастливыми. А чтобы смогли вы зажечь в своих сердцах настоящую любовь, пейте сейчас мою воду, а потом омойте друг друга в ней и своего сына тоже омойте. И сделали они так. И выздоровел Тема, папа и мама перестали быть злыми и поняли, что снова любят друг друга. Поняли они, что только забота друг о друге может поддерживать настоящую любовь. А то, что было в вазе, была это не любовь, а только мечта о любви. И годится она только на украшения серванта. Вернулись они к себе домой. Там их встретили дочки, которые тоже перестали быть злыми и грустными. И все они были счастливы от того, что снова любят друг друга. А злая ведьма увидела, что они снова счастливы. Посмотрела, а огонек в украденной вазе погас. От злости и зависти стала ведьма раздуваться, как огромный воздушный шар. Раздувалась, раздувалась и лопнула. И помирились тогда многие люди, которых она поссорила. И снова воссоединили семьи, которые она разрушила. А Артем стал жить и поживать с мамой, папой и сестрами. Он больше не плакал. Снова стал разговаривать и больше ничего не боялся. А когда он вырос, то стало видно, что лидерство и силу преодоления всех трудностей он унаследовал от своего отца. А от мамы он унаследовал доброту и желание делать людям добро. А также он унаследовал и другие хорошие качества своих родителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok